Для наших конкурсов первый вопрос. Вы желали бы занять должность главы администрации города Красноперекопска, наверняка познакомились с социально-экономическим положением этого региона. Поэтому хотелось бы, чтобы в вашем выступлении вы обратили внимание на основные приоритеты в развитии этого города, какие есть трудности, какие сложности, и рассказали бы нам о приоритетных задачах, которые с вашей точки зрения стояли бы перед вами, в том случае, если бы вы заняли должность главы администрации города Красноперекопска. Напоминаю вам о регламенте. До 7 минут у вас возможность и время для выступления, а затем члены конкурсной комиссии будут задавать вам вопросы. Пожалуйста, Владимир Сергеевич, мы вас внимательно слушаем. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые члены конкурсной комиссии, учитывая, что за моей спиной еще 10 претендентов, я с уважением отношусь к вашему рабочему времени, поэтому я выступлю коротко, четко и конкретно. Итак, меня зовут Владимир Сергеевич Кокинос, мне 42 года. Крым является моей исторической родиной, здесь жили мой прадед, дед, отец. Однако в 1944 году дед и отец были вынуждены покинуть республику Крым ввиду греческого происхождения, поэтому я родился и вырос в Средней Азии, в Казахстане. Закончил школу с золотой медалью в 1991 году, уехал на учебу в Россию, в Самару. В 1996 году завершил обучение в Самарской архитектурно-строительной академии, получил квалификацию инженера-строителя и специальность промышленное и гражданское строительство. В 2009 году прошел 9-месячную очную переподготовку по специальности менеджмент в Самарском государственном экономическом университете в рамках федеральной президентской программы подготовки управленческих кадров. Также в рамках этой программы в 2010 году прошел 30-дневную стажировку в Германии на лидирующих предприятиях, таких как компания BMW и Lufthansa. Имею обширную руководящую практику, ранее являлся директором четырех компаний, каждую из которых организовал с нуля, развил и вывел на высокий конкурентный уровень. После возвращения Республики Крым в состав Российской Федерации принял решение вернуться на историческую родину. И более года работаю директором-главным редактором муниципально-автономного учреждения редакции Первомайской газеты «Вперед». Это еженедельная газета «Крым. Вперед». Первое, что я сделал, приступив к работе, организовал ее в выпуске в цветном исполнении. И спустя 81 год своего существования газета стала выходить цветной. Более этого, я выстроил безукоризненное взаимодействие с руководством Первомайского района, со всеми государственными структурами. И главной моей целью работы в редакции газеты было зарекомендовать себя перед руководством Республики Крым, чтобы мне доверили более значительную, более ответственную работу, такую как должность главы администрации. 31 марта я участвовал в конкурсе на должность главы администрации Бахчатарайского района. Выступил вполне успешно. Победил действующий первый заместитель. Вообще, должен сказать, что у действующих работников администрации, заместителей, у них априори шансов победить в конкурсе гораздо больше, потому что они непосредственно работают в администрации, они более глубоко знают ситуацию и проблемы. Однако считаю, что для действительно мощного развития муниципального образования должен прийти новый человек со свежими взглядами, образованный, ответственный, управлением, с новым мировоззрением, который действительно будет думать о людях, о развитии муниципального образования, а не о себе, о своем достатке. Да, я не работал в администрации, однако вот уже более года еженедельно присутствую на заседаниях районного совета, на совещаниях, на аппаратных совещаниях в администрации. Я изучил работу, разобрался во многих вопросах. Сегодня на этот конкурс я не стал готовить презентацию, чтобы сосредоточить ваше внимание на главном и не отвлекать вас от этого вопроса. Важным является тот факт, что я, Кокинус Владимир Сергеевич, как раз являюсь тем человеком, который имеет необходимое образование, необходимый управленческий опыт, честное имя, и который сможет организовать работу и вывести муниципальное образование на новый уровень. От моей деятельности будет синергетический эффект от взаимодействия с городским советом, от эффективного взаимодействия с прокуратурой, с налоговой инспекцией, с пенсионным фондом, с другими структурами. Все поручения главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова будут выполняться в первую очередь и в положенные сроки. Сфера жилищно-коммунального хозяйства станет абсолютно прозрачной и будет контролироваться общественностью. Представители бизнеса будут работать спокойно, их никто не будет кошмарить ввиду, как сказал Сергей Валерьевич, некоторых хватательных рефлексов. При этом все они будут платить положенные налоги в местный бюджет. Будут определены инвестиционные площадки и привлечены инвесторы. При этом инвесторам администрация будет помогать, а не препятствовать их работе. Это даст непосредственно эффект для развития муниципального образования. Будет организовано безопасное дорожное движение, нормальная разметка на дорогах, люди смогут переходить дорогу спокойно. На данный момент, к сожалению, это не везде возможно. Дополнительную безопасность граждан будут обеспечить наряды добровольной народной дружины совместно с МВД. Дети, несовершеннолетние, подростки не будут посещать увеселительные заведения, в которых реализовывается алкоголь. Гулять в темное время суток, то есть это скажется на их воспитании, на их безопасности. Это одна из приоритетных задач работы с подрастающим поколением, которая должна быть под особым контролем администрации. Главное, что я буду этими всеми вопросами заниматься лично, совместно с работниками администрации, совместно с городским советом, со всеми профильными структурами. Возможно, не все будет сразу получаться в полном объеме, как это мной задумано. Однако я могу заверить каждого жителя городского округа Красный Перекопс, что я буду работать не покладая сил и приложу для реализации своих целей максимальное внимание. Буду открыт для каждого жителя и абсолютно прозрачен. Поэтому все обращения, которые будут поступать в администрацию от жителей, они будут отрабатываться и будут прикладываться максимальные усилия, чтобы вопрос, к которому люди пришли, чтобы все вопросы решались. Сегодня вы, уважаемые члены комиссии, выберите двух кандидатов и предстоите их городскому совету. Уверен, что если я войду в состав этих двух кандидатов и пообщаюсь с каждым депутатом городского совета, совета которых 24 здесь, в Красно-Перекопском городском совете, посмотрю им в глаза, они посмотрят в мои глаза, изложу им свое видение, свое мировоззрение, то они меня поддерживают на этой должности. Потому что давно назрела такая ситуация, что в Красно-Перекопске нужен новый руководитель, нового формата, с новыми взглядами, честный, порядочный, имеющий безупречную репутацию и честное доброе имя. Благодарю вас за внимание, готов ответить на все ваши вопросы. Спасибо, Владимир Сергеевич. Уложились в регламент. Хотел бы поблагодарить вас за это. Спасибо вам большое. Уважаемые члены комиссии, у вас есть возможность задать вопрос Владимиру Сергеевичу. Пожалуйста. Владимир Сергеевич, у меня вопрос. Какой конституционный статус президента Российской Федерации? Президент Российской Федерации, он является главой исполнительной власти в Российской Федерации, он гарант Конституции, он верховный главнокомандующий. Он определяет государственную политику, он определяет тот путь развития, которого будет придерживаться Российская Федерация, он гарантирует каждому жителю Российской Федерации безопасность, способность спокойно жить, работать, развиваться. Он гарантирует все права и свободы, которые прописаны в Конституции Российской Федерации. На какой срок избирается президент? Президент Российской Федерации избирается на 6 лет в настоящее время. В 2018 году мы ждем выборы президента Российской Федерации, и я также, как и большинство граждан Российской Федерации, все-таки надеемся, что Владимир Владимирович Путин примет решение участвовать в выборах, и уверен, что каждый житель Российской Федерации окажет ему поддержку в этом вопросе. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, передайте ваши вопросы. Пожалуйста, расскажите об основном законе Республики Крым, Конституции Республики Крым. Когда принято основное положение. Основной закон Республики Крым, это Конституция Республики Крым, была принята Государственным Советом Республики Крым 11 апреля 2014 года, после вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации. В Конституции Республики Крым прописаны основные права и обязанности человека, жителя Республики, гарантия его свободы. Значит, Конституция Республики Крым, она является, как сказать, продолжением Конституции, ну, является здесь, знаете как, преемственность. То есть, есть Конституция Российской Федерации, вот, но так как Республика Крым является регионом Российской Федерации, Республики, входящей в состав РФ, то, соответственно, Конституции, они схожи. Основные положения просто назовите там. Основные положения Конституции Республики Крым. Республика Крым является демократическим правовым государством, входящим в состав Российской Федерации. Конституции Республики Крым гарантируются права и свободы каждому жителю Республики Крым. Значит, также прописаны обязанности. Кроме этого, прописано, что государственная власть, так же, как и во всей Российской Федерации, делится на законодательную, исполнительную и судебную. Спасибо. Владимир Сергеевич, очень важным для главы администрации является знание антикоррупционного законодательства. Скажите, пожалуйста, назовите основные цели, национальные стратегии противодействия коррупции в Российской Федерации. Спасибо за вопрос. Вообще, мне очень нравится закон о противодействии коррупции. Это закон, который был принят своевременно, который приносит определенные результаты. Основными положениями закона о противодействии коррупции является то, что должны быть в администрации, в муниципальных образованиях и государственных структурах созданы такие условия, при которых деятельность работников будет прозрачна, деятельность работников будет вести с учетом недопущения конфликта, интересов. Кроме этого, будет прописана ответственность за нарушение закона о коррупции. Прописана ответственность и административная, и уголовная. То есть, вот в этом ключе. Но, если сказать по душе, по душе, вообще, мне всегда было непонятно, почему люди, работники муниципальных образований, государственных структурах позволяют себе брать взятки. Это просто омерзительно, это низко и подло по отношению к населению. И таким людям я хотел бы сказать, что, наверное, когда их воспитывали родители, то наверняка им не донесли, что значит фраза полковника Таможника Верещагина из фильма «Белый солнце в пустыне», что «Я мзду не беру, мне задержаву обидно». У каждого руководителя, будь то глава администрации, будь то другой какой-то, так сказать, муниципальный служитель, чиновник, должно быть понимание вот этой фразы. Он должен работать для людей, а не для того, чтобы обогатиться. – Спасибо. Мы тоже любим этот фильм, но мы всё-таки вопросами своими пытаемся выяснить не столько ваши кинематографические предпочтения, сколько ваши знания действующего в Российской Федерации и в Республике Громзаконодательства. Пожалуйста, коллеги, есть ли ещё вопросы у вас? – Спасибо. – Владимир Сергеевич, учитывая, что Вы претендуете на должность, которая относится к муниципальной службе, пожалуйста, назовите мне правовое положение или статус муниципального служащего. – Статус муниципального служащего, он прописан соответствующим законам, закон о муниципальной службе Российской Федерации, закон о муниципальной службе Республики Крым. Значит, муниципальным служащим является человек, который выполняет обязанности на муниципальной должности в соответствии с заключенным контрактом. И его статус, что Вы имели в виду? – Денежное содержание. – За денежное содержание, конечно. – Кто денежное содержание ему определяет? – Денежное содержание муниципального служащего состоит из оклада, из надбавок, за срок службы, еще какие-то другие надбавки. То есть, все в рамках закона. – А средства для выплат всех этих надбавок и кладов определяются из республиканского бюджета, федерального бюджета или местного бюджета? – Значит, если речь идет о муниципальных служащих, которые будут работать непосредственно здесь, в администрации муниципального образования Красный Перекорд, то эти средства заложены в местный бюджет. – Спасибо. – Спасибо, коллеги. Пожалуйста, дальше Ваши вопросы. – Владимир Сергеевич, скажите, пожалуйста, назовите требования к письменному обращению граждан. – Спасибо за вопрос. – Требования к письменному обращению граждан. – Любой гражданин в соответствии с действующим законодательством может обратиться к муниципальным служащим в письменном виде, в устном виде, посредством электронной почты. – На каждое обращение должен дать 30-дневный срок мотивированный ответ. – Если невозможно сразу предоставить ответ, то будет ответ переадресован в соответствующую структуру, и гражданин получит уведомление. – Соответственно, гражданин подает письмо, в нем написано кому, то есть человек, какую занимает его должность, фамилия, имя, отчество, далее текст, непосредственно смысл вопроса. И подпись. Вы это имели в виду? – Я это имела в виду. – Да, да, да. Спасибо. – Спасибо. – Пожалуйста, коллеги, Ваши вопросы. – Какой размер городского бюджета Красноперековского, и какая его основа? – Вы имеете в виду в сумме? – Ну, конечно. – Прошу прощения, уважаемые члены конкурсной комиссии, но, к сожалению, у меня нет в голове этой цифры, но это несколько сотен миллионов рублей. Аформируется бюджет из местных поступлений, то есть налогообложение федеральное, налогообложение региональное, налогообложение местное. То есть это идет консолидированный бюджет? – Не очень точно, но я вам подскажу. Значит, бюджет города где-то 600 миллионов, да, собирается налогами в порядка 190 миллионов. Это налоги и поступление не налогою поступляя. Остальная сумма – это за счет трансферта. – За счет субверсии. – Трансферта, да. Это то, ради чего должны были в первую очередь работать. – То есть бюджет дотационный, и главная задача главы администрации – привлечь инвестиции, сделать так, чтобы коммерческие структуры платили налоги, чтобы бюджет перестал быть дотационным. Это работа, это кропотливая работа, и это делается не за один год. Но к этому нужно стремиться и прикладывать максимальное усилие. – Благодарю. – Спасибо за вопрос. – Если Вы уже первому кандидату подсказали, Вам тогда уже и остальным надо будет понемножку подсказывать. – Нет, я просто немножко не понял, в каком ключе нужно отвечать. Поэтому меня сориентировали. – Так, коллеги, пожалуйста, последний вопрос. – Будьте добры, Владимир Сергеевич, что Вы понимаете под территориальным общественным самоуправлением? И видите ли Вы перспективы развития этой формы управления в нашем муниципальном округе? – Я очень люблю 131-й закон федеральный. – Когда я читаю, то получаю удовольствие, но я думаю, не каждому юристу дам меня понять в этом вопросе. – Именно 131-й. – И мне очень нравится, что в 131-м федеральном законе прописано такое понятие, как территориальное общественное самоуправление, ТОС. То есть федеральный закон номер 131 дает любому гражданину возможность, группе граждан выступить с инициативой организовать территориальное общественное самоуправление в пределах подъезда, в пределах дома, в пределах квартала, в пределах района. – И взять на себя ответственность решать какие-то вопросы местного самоуправления непосредственно на этой территории. – Это отличное понятие, и многие граждане пользуются этим, достаточно эффективно. – Но здесь важно, знаете как, да, ТОС собрали, но бывает, что в составе ТОСа противоречия, то есть частные люди ссорятся и не могут прийти к единому решению. – Здесь нужен мощный лидер, который всех организует. – Если вы станете главой администрации, как вы реализуете на уровне нашего города? – Вы имеете в виду именно ТОСы? – Да. – Если я стану главой администрации, я приду общаться ко всем. В том числе я буду открыт для людей. Если я буду видеть, что да, у этих людей проблема есть здесь, в их микрорайоне, то нужно провести соответствующую работу, сказать граждане. – Организуйте территориальное общественное самоуправление, примите устав, какие-то соответствующие документы. Возьмите под контроль. Им всем кажется, что администрация ничего не делает. Может быть, это действительно так. И часто бывает именно так, что в администрации, может быть, ни времени, ни желания не хватает. Пусть они возьмут какие-то проблемы и задачи, вопросы местного значения, и будут решать самостоятельно. Уверен, что это даст какой-то эффект, и их это удовлетворит. Поэтому это замечательная идея. – Спасибо. – Спасибо 131-му закону. – И 131-му закону тоже спасибо. – Так, коллеги, все, я так понимаю, задали свои вопросы. Владимир Владимирович, спасибо вам и за выступление, и за ответы на вопросы. Спасибо. – Дмитрий Анатольевич, уважаемый члены комиссии, благодарю вас за время, которое мне уделили. До встречи. – Спасибо, до встречи. Всего доброго. – Спасибо. – Спасибо большое. – Так, у нас следующий.